Привет всем, вы на канале ФИТО, с вами Таня. Сегодня расскажу, как применяют мальву лесную от кашля. Растение оказывает бронхолитическое, обволакивающее, противовоспалительное, легкое слабительное действие. Одно из растений, лекарственные средства из которого можно принимать длительное время. Это особо актуально при хроническом сухом кашле и заболеваниях бронхолегочной системы. Кроме всего перечисленного, мука полисахариды, к которым относятся полисахариды мальвы лесной, обладают иммуностимулирующей и антибактериальной активностью. Настой и отвары мальвы можно не только употреблять внутрь, но использовать в качестве полоскания и ингаляции при кашле, простуде, сиплости горла, катарах горла. Наружен настой используют при рожистых испалениях и ожогах. Настой травы назначают при заболеваниях верхних дыхательных путей, прежде всего в сухом лающем кашле, воспалениях жуточного тракта, колитах, энтеритах, энтероколитах. В заболеваниях полости рта и горла используют в виде полосканий, фурункулах, плохо заживающих ранах, экземе и дерматозах наружно, геморрой в виде сидячих ванн, повышенном содержании сахара в крови. Настой мальвы. 1 столовую ложку травы, листьев или цветков на 1 стакан кипятка. Настаивать в закрытой посуде 20-30 минут и принимать по половине стакана 3 раза в день. Холодный настой. 1 столовую ложку листьев залить стаканом холодной кипяченой воды и настаивать 6-7 часов. Процедить, прогреть и принимать по половине стакана. Противопоказания это беременность и лактация, индивидуальная непереносимость. Листья от цвета эмальвы вы можете найти в нашем магазине FETA.UA. А я надеюсь, что мой ролик был вам полезен. С вами была Таня. Всем пока!